парамаханса ягананда индийский йог сыгравший значительную роль в распространении на западе древней духовной практики крия йоги в своей книге автобиография йога ягананда на собственном примере и на примере его гуру с вами шри юг тишвара гири описывает идеальную жизнь йога посвятившего себя служению богу и человечеству йогананда основал два некоммерческих общества объединяющих все религии self-realization fellowship содружество самореализации с международной штаб квартирой в сша и йогу да от санга society of indio с центральным управлением в индии у души нет никаких рамок ее национальность это дух ее страна везде представьте себе что нет чужих людей и научитесь принимать всех как своих родных почувствуйте как бьется кровь всевышнего в венах всех людей земли как можно ненавидеть человека с другим цветом кожи когда господь живет и дышит всем на свете все мы от рождения дети бога это не значит что надо любить всех людей и все создания земные но надо всегда быть готовым дарить свет своей дружбы всему живому со всей силой своего ума и совершенно бескорыстно солнце посылает свои лучи и алмазу и куску угля но один ярко блестит а другой остается безжизненно черным хотя оба они состоят из одного и того же углерода и вы так же ярко как алмаз направьте свет божественной любви на других людей великая тайна всесилия христа была в его любви даже к своим врагам сердце непримиримого противника легче завоевать любовью чем покорить силой оружия это не поймет обычный человек который захочет десять раз ударить обидчика а потом еще и еще почему надо любить своих врагов чтобы исцеляющие лучи вашей любви осветили его отравленная ненавистью сердце и выжгли все барьеры между вашими душами не делайте ничего плохого ни для вас ни для кого другого не будьте себе любцем и не потакайте пороком друга вы тогда ему не друг а худший враг оставайтесь честными с самим собой и со своими друзьями и вас коснется рука дружбы господа и тогда ваши чувства охватят весь мир и ваша любовь станет единой и обнимет все сердца в сердцах людей я останусь неизвестным другом который пробуждает пламенные чувства и молча призывает к благородным мыслям оставить мертвящую бездуховность мне видится человек который в эту минуту считает себя моим врагом и не знает что в действительности он мой брат по духу который скрыт за завесой непонимания я рассеку эту завесу клинком любви он увидит мое скромное и всепрощающее знание и оценит мою добрую волю я раскрыл двери моей дружбы и для ненавидящих меня братьев и для любящих меня и чувствую других как самого себя и буду спасен служа своему ближнему мирской путь к постижению космического сознания это вырастить зерно божественной любви в своей душе но слишком упорно прислушиваться голосу своего эго означает запереть душу в земной оболочке душа вездесущее отражение всепроникающего духа а эго лишь скованное телом сознание души превратившись в эго душа забывает о своей всеобщности и ограничивает себя телом но когда эго начинает ощущать себя в телах других людей она сразу же вспоминает о позабытой вездесущности и деятельно сочувствует другим в отличие от близорукого мирского человека божественная душа трудится не только ради себя в своем теле но также ради себя в теле других учитесь искать поддержку процветание исцеление и мудрость не только ради своего тела но ради себя во всех земных оболочках мирской путь развитие космического сознания любить свою семью соседей страну и целый мир как самого себя ты король а поданные царство твоей любви не только все люди но и животные цветы звезды и вообще все живое возлюби всех мужчин как своих братьев а всех женщин как своих сестер всех стариков и старушек как своих родителей всех людей с черным коричневым желтым белым красным и оливковым цветом кожи как своих друзей и братьев это мирской путь к постижению космического сознания дружба это вселенское духовное притяжение которое связывает души узами божественной любви если распахнуть двери волшебной силе дружбы к вам потянутся души с родственными вибрациями дружба есть воплощение любви господа к вам это любовь выражается в ваших друзьях они это самое ценное чем может обладать человек вы притягиваете себе подобных это закон вибраций дружба вечно если вы сможете заключить союз в котором вас пробуждается бог то это будет величайший из всех дружеских союзов верная дружба означает совместное стремление душ развиваться она заключается не ради материальных благ или удовлетворения своих желаний дружба есть расширяющиеся сознание равенства и единство душ бесплодской подоплеки дружба самая чистая любовь из всех полезность это любовь если хотите снискать любовь друзей или мира вы должны приносить пользу всякий кто хочет навредить другим в первую очередь вредит самому себе невозможно ненавидеть других не отравляя в первую очередь себя самого вражда к любому человеку идет вразрез с собственными интересами помните бог не только в друзьях но и во врагах для ненависти нет расстояний если человек излучает ее вокруг себя вы тоже заражаетесь и начинаете злиться но если вы полны любви то сколько бы люди не посылали вам вибрации вражды они не опасны вы обязаны вырастить любовь в своем сердце поскольку она как магнит притягивает души и словно меч поражает ненависть своим недружелюбием человек нарушает небесный закон саморазвития и только следуя ему душа может слиться с духом не обманывайте себя станьте чутким другом и вы подружитесь с богом дух это единое по закону двойственности внутри духа возникли положительное и отрицательное начало а по закону бесконечности и закону относительности он стал затем многим теперь господь старается объединить множество душ в единое целое проявляясь в человеческих эмоциях разуме и интуиции и воплощаясь в человеческой дружбе инстинкт дружбы воплощается в нашем сердце как усилия бога который хочет объединить истерзанная битвами человечество благодарю вас за просмотр подписывайтесь на канал вселенная внутри тебя познавать себя и меняться никогда не поздно